Введение. Свет и тень. Зло. Нечто дурное, вредное, противоположное добру, беда, несчастье, неприятность, досада, злость. С. Ожегов, Н. Шведова. Толковый словарь русского языка. Большинство людей хочет жить в мире и спокойствии. Так-то оно так, да не лукавство ли это? Почему-то в реальной жизни у многих все строится по принципу «пусть у меня будет лад, а ты живи не в попад». Ведь куда больше интерес у людей вызывают пожары, наводнения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия. Главное, лишь бы это не касалось их самих. В выпусках новостей с наибольшим любопытством и буквально с замиранием сердца слушают о мельчайших подробностях громких скандалов и заказных убийств. А более всего, их интересуют змеиные клубки человеческих страстей и различные нарушения общепринятых социальных норм. Сколько не закрывай на это глаза, как не обманывай себя, в общем, как не крути, а жизнь показывает, что проявления зла чаще оказываются сильнее тихой кротости, спокойствия и добродетели. Если обратиться к народным сказкам или мировым литературным шедеврам, то картина будет такой же – «Самые яркие и интересные герои. Носители зла». Вспомните, какие персонажи детских сказок нам запомнились больше всего, кроме Иванушки-дурачка. Вот он, этот ряд. Кощей Бессмертный, Соловей-разбойник, Баба-яга. Разве не так? Мы вырастаем, и самое яркое впечатление на нас производят такие литературные герои, как граф Монте-Кристо, воплощение бескомпромиссной мести, Миледи, как воплощение порока и интриганства, Кардинал Решелье, Одноногий Сильвер. Согласитесь, Воланд в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» получился чрезвычайно обаятельным и привлекательным мужчиной, а ведь это сатана, который не должен вызывать симпатии уже по определению, как прародитель и сетель зла. Мы с удовольствием смотрим фильмы с участием Де Ниро, Аль Пачино, «Крестный отец», «Белое солнце пустыни», «Вор», «Брат», признанные кинобестеллеры, хотя там главными героями выступают такие персонажи, как Дон Карлеоне, Абдулла, Толян. Они же по большому счету бандиты, нарушающие и социальные, общепринятые нормы, и моральные. А мы симпатизируем им. Не странно ли это? Самые яркие политики, как правило, тоже злые. Они осознанно выбирают зло, как мощный заряд для формирования своего имиджа крупного мирового политика. На чем зарабатывали свой авторитет последние американские президенты? Рональд Рейган объявил врагами прогресса коммунистов, а Россию и вовсе назвал «Империей зла», и на этом выстроил свой имидж борца с мировым злом. В одном из своих выступлений он сказал даже так «Пусть мои дочери лучше умрут верящими в Бога, чем проживут всю жизнь безбожницами из-за коммунистов». Джордж Буш-старший объявил мировым злом ислам и заявил о себе как о борце с мировым злом, проведя военную акцию в Ираке, буря в пустыне. Билл Клинтон объявил очагом зла Югославию и в лице сербов нашел врагов мира и спокойствия на Балканах. Впрочем, не только американские, но и наши российские президенты для формирования своего имиджа использовали прием борьбы со злом. Борис Ельцин сразу же заработал авторитет беспощадной борьбой с привилегиями высокопоставленных чиновников, которые фактически все на тот момент были коммунистами. Ельцин заявил во всеуслышание, что необходимо восстановить справедливость в обществе и лишить коммунистов всех привилегий – пайков, машин, дач, поликлиник и прочее. Он сам ездил на троллейбусе, стоял в очередях в обычных магазинах. Во время своего управления затеял кровавую боню в Чечне, а перед этим расстрелял из танков наших граждан, находящихся в Белом доме. И многие до сих пор считают, что он был прав. Владимир Путин сразу завоевал авторитет, также обозначив свою главную задачу как президента на этот момент – борьбу со злом. Заявив, что Чечня – рассадник терроризма, президент позволил себе резкое высказывание, облетевшее все информационные агентства мира. Будем мочить террористов даже в сортире. Умные политики знают, что зло объединяет нацию, как только создается образ общего врага и умело пользуется этим. Зло бывает и деструктивным, и конструктивным. Простой пример конструктивного зла – спортивная злость. Может ли выиграть бой боксер или самбист, не накачав себя перед этим мощью спортивной злости? Никогда. Конструктивное зло помогает решить проблемы, заставляет людей выживать в ситуациях, когда их шансы почти равны нулю. Что дало силы и ужесточило волю к жизни у графа Монте-Кристо? Мощное желание мести, желание остановить справедливость. В фашистских концлагерях люди часто выживали, культивируя в себе желание когда-нибудь отомстить немецким извергам за причиненное зло. Если обратиться к биографиям известных людей, а может быть и просто каких-то своих знакомых, можно заметить, что большинство из них добилось успеха в бизнесе, в культуре, в искусстве, лишь после того, как эти люди разозлились на себя или на некую критическую ситуацию. И это стало стимулом к резким изменениям в их жизни в лучшую сторону. Они сумели реализовать мощь своего жизненного или творческого потенциала. Злость способна пересилить и перебороть такое трудное, контролируемое чувство, как ревность, избавить человека от навязчивой любовной страсти, которая превратила его жизнь в ад. Народная мудрость тоже отдает дань конструктивному злу. Нет худа без добра. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Почему спокойствие и тихое добродетель чаще всего вызывают у нас скуку и внутреннее равнодушие, в то время как зло будоражит всю нашу сущность? Обратим внимание на сугубо психологические их аспекты. Добро бывает конструктивным, но обычно оно регламентировано. Зло побуждают человеки скрытые силы. Доктор Фауст продает свою душу дьяволу в обмен на обретение силы и власти. Добро часто бывает пресным. Зло всегда эмоционально, живо, и потому выглядит гораздо ярче и притягательней. Добро зачастую бывает глуповатым. Зло всегда хитрое. Добро сдерживает. Зло толкает на какие-то действия. Помните, как рассуждала Раскольников перед тем, как убить старуху-проценщицу? Тварь, одрожащая или правая мия? И весь роман Достоевского – ответ на этот вопрос. Писатели и сценаристы давно поняли, что герои могут быть только тогда действительно привлекательными, когда в них естественно и ярко проявляются достоинства и пороки, то есть очевидные меры добра и зла. Что же привлекает нас в так называемом отрицательном герое? Что очаровывает людей? Это чрезвычайно обаятельные люди с привлекательной, мужественной внешностью. Это сильные люди, яркие даже в проявлениях зла. Эти люди обязательно обладают парадоксальным чувством юмора, который заставляет нас много им прощать. Эти люди честны и естественны в своем зле. В них нет фальши. Они живут и действуют без поток на добро, не морализуют, не настаивают на том, чтобы все следовали их принципам. Они могут быть циничными и жестокими, но они открыты и не боятся это демонстрировать. И потому более понятны нам. Они выглядят более правдиво, чем добродетельные герои, уже потому, что в каждом человеке есть немного зла. Они такие, какие есть. Это не фальшивая монета. Эти герои всегда интересны. Они колоритны, занятны, хотя мы их и не любим. Мы не всегда желаем соотносить их с собой, но кто же может сказать, что водораздел так уж очевиден? Разве вы никогда не нарушали правил дорожного движения? Разве не воровали яблоки в чужом саду? Разве не мучили в детстве майских жуков или лягушек? А если кто-то станет у вас на глазах избивать вашего ребенка, разве вы не разозлитесь до белого коленя? Разве не ответите злом на зло? А что иногда бывает в наших снах? Это же неловко кому-то рассказать, оказывается. Даже частично идентифицируя себя с героем, несущим в себе очарование зла, Мы вытесняем из своего подсознания собственную злобность, свои грехи, слабости и порочные страсти. И таким образом зачастую избавляемся от внутренних конфликтов и начинаем лучше понимать суть конфликтов внешних. Мы создаем, что психологи называют тенью внутри себя. Впрочем, достаточно вспомнить работу великого нашего психиатра П. Ганнушкина о сходстве между религиозностью, сладострастием и жестокостью. И все становится на свои места.